Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок, поехали! Сегодня у нас с вами будут совершенно потрясающие ноготки. Будет мой любимый дизайн, очень быстрый, очень красивый, очень полюбившийся клиенткам, кстати, полюбившийся и мастерам, поэтому досмотрите до конца, дизайн будет совершенно потрясающий. Ну а у нас тем временем коррекция ногтей. Сегодня у нас коррекция зауженный квадрат или балерина. Эту форму еще называют балерина или гробики. В общем, это по-разному можно называть. В любом случае, какое название вам больше нравится, то и используйте. Я использую название зауженный квадрат, потому что, ну, мне кажется, что это все-таки зауженный квадрат. Тем более, мне кажется, что балерина все-таки должна быть немножечко подлиннее, то есть у нас должен быть прям пуант-пуант. Ну а здесь длины для совсем тоненького узенького пуанта нам все-таки не хватает. Итак, нам нужно будет закладывать такой себе мини-аквариум. Мы будем делать растяжку из блесточек в районе кутикулы. Для того, чтобы блесточки наши к чему-то прикрепились, мы промазали прозрачным гелем. На этот гель в мокром виде насыпаем сначала один вид блесточек, просушиваем, потом промазываем еще немножечко, насыпаем крупные блесточки. Это все у нас будет просто неимоверно блестеть и светиться. Далее при помощи акрилатика мы делаем плавную растяжку из блесток в акрилатике. Акрилатик позволяет с собой играться, поэтому мы прям в процессе работы можем проконтролировать плавность нашей растяжки. Вылепливаем тот ноготочек, который нам необходим. Указательный пальчик на этой руке нам необходимо приподнять, поэтому поднимаем ему кончик, акрилатик сводим на кончик. Ну и в районе кутикулы блесточки перекрываем прозрачным гелем, потому что дальше нам нужно, чтобы блесточки у нас все-таки блестели, ничем молочным, ничем цветным, в данном случае их перекрывать не стоит, потому что, естественно, они так активно блестеть перестанут. Ну и, собственно говоря, выпиливаем форму, заужаем боковые параллельки. Заужать боковые параллельки начинаем от вроста, в чуточку ниже вроста, чтобы не перепилить непосредственно сам врост натурального ногтя. Ну и в районе кутикулы сводим все это в апекс приблизительно 60 градусов. И поскольку это у нас балеринистая балерина зауженный квадрат, здесь мы делаем площадку, как на миндале. Ну вот почему-то я так решила. То есть здесь площадка не ровная, не параллельная си пальчика, а слегка немножечко вниз направленная. Мне показалось, что так будет симпатичнее. Ну, короче, это у меня перекрестная форма получилась между балериной, зауженным квадратом и еще не пойми, каким зверем. В общем, весь этот спич поймут мои ученики, которые прошли онлайн-курс моделирования. Тут сразу стало всем понятно, что, куда мы толкаем, куда мы переносим, куда мы на пилку нажимаем, потому что все это мы разбираем на курсе. Вот эти вот все нюансы, все построение на курсах мы проходим, и поэтому ни у кого никаких вопросов не возникает. Если же у вас возникают вопросы, то внизу в описании к этому ролику есть ссылочка на онлайн-магазин, где представлены все наши онлайн-курсы. Там есть курсы моделирования квадрат, миндаль и пайп. Три курса. Если вы пройдете эти три курса, никаких больше вопросов по моделированию у вас в жизни никогда не будет. Ну а мы же окунаемся в мир дизайна и переходим к моему самому любимому процессу. Начинаем рисовать. Рисуем цветные пятна. Всегда мои клиенты поражаются, как вот так вот получается, что сначала это все просто пятна-пятна, а потом получается рисунок. В данном случае я частично можно было бы отрезать, конечно, мои выпадающие руки с экрана, можно было их убрать. Но это рабочий процесс. Да нет, наверное, можно было их все-таки убрать. Но я ленивая жопка, поэтому это монтировать, вырезать все эти кусочки. Короче, оставляем, рассматриваем, как это все рисуется вживую. Мы же с клиенткой в это время о чем-то разговариваем, вот там чем-то жестикулируем. Короче, что у нас здесь происходит? Мы по-мокрому накидали себе заготовки под цветочки. У нас получились такие себе овальчики. Тут же по-мокрому мы раскидали на них тени. Темно-фиолетовый оттенок, который мы смешали сразу же с черной красочкой. То есть взяли этот же фиолетовый, добавили черной красочки и смешали. И тут же по-мокрому светло-фиолетовым цветом, который мы тоже смешали. Вот, кстати, руки мои выпадали тогда, когда я замешивала оттенок. Мы смешали его из этого же фиолетового цвета с белой краской. То есть, грубо говоря, у нас один и тот же фиолетовый, который мы сделали три оттенка. Так вот, светло-фиолетовым цветом, по-мокрому, мы раскладываем себе лепестки своих будущих розочек. И обратите внимание, как на ваших глазах буквально-таки волшебство происходит, когда пятна превращаются в цветочки. Но на самом деле цветочки еще довольно-таки пятнистые. Мы их еще потом будем немножечко дорабатывать. Дизайн простой, дизайн интуитивно понятный. Если вы знаете схему построения трафаретной розы, никаких больше сложностей у вас здесь не возникнет. Если вы не знаете схему построения розы, то у нас есть онлайн-курс «Влюбленные в розы». Кстати, стоит он всего лишь 1000 рублей. Вы можете туда на него записаться, и там мы разберем миллионы, миллиарды всяких роз, как раз-таки основываясь на схеме построения трафаретной розы. Потому что все в мире розочки строятся по одной и той же схеме. То есть, если вы пройдете этот курсик, если вы разберетесь с трафаретной розой. Кстати, по поводу трафаретной розы у меня есть ролик на канале бесплатный. Если вдруг вы не хотите платить за курсы, так можете и ввести. Трафаретная роза. Там есть прям очень хороший ролик, где я показала, как просчитать схему розочки. Так вот, мы накидали себе розочек, просушили наконец-то все это безобразие. И теперь в технике по мокрому накидываем им листиков. То есть, точно так же сначала темно-зеленым накидали листиков, и потом светло-зеленым оттенком в листиках проставляем блики. Ну а теперь переходим к нюансам. Смешали с финишем белую красочку, получили вот такой вот полупрозрачный белесый оттенок. И им расставляем блики на наших розах. То есть, прям капельками расставляем блики, потом слегка их кисточкой подрастушевываем. Получается у нас пробликовываются провороты наших лепесточков. Лепесточки прям выворачиваются на зрителя, в зависимости от того, куда мы этот блик расположим. Далее перекрываем все это дело финишным покрытием. И уже поверх финиша, опять же, отталкиваясь от тех белых бликов, которые мы перед этим расставили, у нас уже видно, где должны быть повороты, вот в тех же самых местах бликуем белой красочкой. То есть, еще более белым цветом подчеркиваем все вот эти нюансы. И, конечно же, добавляем кое-какие мелочевки на фон, которые соединяют наши розы в единую композицию, заканчивают все вот это безобразие, приводят его в единое целое. Здесь можно добавлять все, что угодно. Можно добавлять каких-то тоненьких кружавистых линий, можно добавлять каких-то вензельных элементов с капельками, можно добавлять и того, и другого вместе, как, допустим, в этом варианте. В любом случае следим за тем, чтобы у нас закончилась композиция, чтобы это все собралось в какую-то единую конструкцию. Ну и, конечно же, добавляем буквально несколько точечек, потому что точечки никогда лишними не бывают. Точечки всегда украшают наш дизайн, всегда добавляют ему свежести, добавляют ему легкости. В общем, точечки наши все. Не бойтесь точечек, добавляйте их куда только вашей душе угодно. Вот, собственно говоря, такая ручка у нас получилась. Ну, согласитесь, эти розочки прекрасные. Они просто великолепные, рисуются буквально 2 секунды вашего времени. Поэтому отработайте эти розочки на типсиках. Буду рада, если вам понравится. Присылайте ваши розочки в группу Telegram. Там я обязательно посмотрю, что у вас получилось. Я же на сегодня с вами прощаюсь. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok